Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Понедельник, 11 сентября, и давайте посмотрим, что на текущий момент у нас происходит на рынке, и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в пятницу мы видели восходящее движение и доходили до отметки 1.2090. К концу дня мы вернулись практически к ценам открытия. В ближайшие несколько дней по паре евро-доллар, так как мы подошли к важному уровню сопротивления, может сформироваться коррекция, что, собственно, сейчас мы и видим, так как пара торгуется уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Поэтому завершение коррекции будет вновь интересной ситуацией для присоединения на покупку по данному активу, так как основной тренд остается на укрепление. Пара британский фунт, американский доллар продолжает свое движение к целевым отметкам в области 1.3220. Именно туда сейчас пара и стремится. После преодоления уже данных уровней открываются предпосылки на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару в области 1.33 и 1.34. На текущий момент ближайший разворотный уровень, пока мы можем отметить на минимальных значениях, которые были 7 сентября, это отметка 1.3031. Тенденция на укрепление также остается в приоритете. Пара австралийский доллар, американский доллар сейчас уже торгуется вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. То есть те цены, по которым было открытие, мы также видим, что цена сначала сходила вверх до целевой области 81.30 и к концу торговой сессии пара опустилась уже к ценам открытия. Поэтому также по этому инструменту может сформироваться коррекция, завершение которой также вновь позволит присоединиться в сторону уже основной тенденции на покупку по данному активу. Пара американский доллар, японская иена примерно такая же ситуация. Торгуемся уже вблизи максимальных значений, которые мы видели на открытии в пятницу. И уход выше, закрепление выше отметки 108.48 может нам дать предпосылки на начало коррекционного движения по данному активу. И уже завершение коррекции может также послужить интересной точкой для присоединения на продажу по данному инструменту. Пара американский доллар, канадский доллар в пятницу также нам показывала минимальное значение в области 1.2058. Был сформирован максимальное значение в области 1.2160. И на текущий момент этот уровень и является коррекционным для часового таймфрейма. Уход выше отметки 1.2160 может нам дать предпосылки на начало коррекционного движения по данному активу. И уже завершение коррекции также дать интересную точку на присоединение на продажу по данному инструменту. Ну а как будет эта коррекция завершаться, уже будем смотреть на наших следующих обзорах. По паре еврофунт в пятницу мы видели уход ниже уже к концу торговой сессии. Уход ниже минимальных значений 7 и 6 сентября. Что в свою очередь нас возвращает на текущий момент к продажам по данному активу. И именно они сейчас остаются в приоритете в рамках краткосрочного таймфрейма. Уход выше максимальных значений, которые были в пятницу, это отметка 92.02, уже вернет нас к покупкам. То есть к основной тенденции по данному инструменту. На текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете по данному активу. Золото. По золоту мы также в пятницу видели после обновления локальных максимумов уход уже к ценам открытия. Сегодня мы открылись с небольшим гэпом и зуб по золоту торгуемся уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Поэтому на текущий момент тенденция коррекционная сохраняется. Более важный уровень, среднесрочный уровень по золоту находится в области 1331 доллара за тройскую унцу. Уход ниже данного значения может нам дать предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения уже в рамках среднесрочного таймфрейма. Ну а ближайшая цель по восходящему движению это обновить максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, 8 сентября, область 1357 долларов за тройскую унцу. Нефть марки Brent также в пятницу после обновления локальных максимумов вернулась уже к ценам открытий, даже ушли ниже, закрепились ниже минимальных значений, которые мы видели 7 сентября. Поэтому на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция на ослабление остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, а именно область 54.95. На текущий момент тенденция на ослабление в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. По индексу DAX в четверг мы видели обновление локальных максимумов, заход за отметку 12320, и в пятницу мы не увидели обновление локальных максимумов, а торговались в достаточно узком диапазоне по данному активу. Но сегодня с утра, уже в понедельник, цена обновила максимальные значения, которые мы видели в четверг и в пятницу, и на текущий момент мы можем говорить о продолжении коррекционного восходящего движения. Тем более на текущий момент по данному индексу мы видим преодоление среднесрочного уровня, который мы отмечали ранее по максимальным значениям за весь август. На текущий момент тенденция на укрепление по данному активу остается в приоритете. Если говорить о возврате уже к продажам, то здесь необходимо дождаться ухода ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, это отметка 12242. Итак, коллеги, я напоминаю, что сегодня понедельник, и каждый понедельник у нас проходит вебинар, на котором мы более подробно разбираем движения по всем инструментам, которые включены в наш ежедневный обзор, поэтому всех вас на него приглашаю. Вебинар пройдет в 19.30 по Москве, ссылку на регистрацию вы можете найти под описанием к этому видео. И напоминаю, если вам видео понравилось, то ставьте лайк, если у вас есть вопросы, то пишите их в комментарии, и мы их обязательно обсудим на сегодняшнем вебинаре. Итак, коллеги, всем желаю хорошей торговой недели, и увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания.